После конференции ПУА, сейчас, спасибо, предоставляю слово Андрею Строганову, кандидат биологических наук, исследователь. Доклад исследования аномальных способностей снежного человека в горах Алтая. Ну вот появление вот этих камер-лагушек, которые автоматически срабатывают на движение теплого. Они иногда срабатывают. Потише, пожалуйста, и погромче всего. И вот появляется больше и больше фотографий. И вот то, что удалось снять на Алтае, я сейчас покажу. Ну, я уже рассказывал один раз, и здесь как бы продолжение того доклада. Вот это, значит, наверху, на вершинах хребта, разбит лагерь на озере высокогорном. Вот стоит тут палатка наша, и вот здесь вот стоит камера, ну, как бы, сзади. И пришел в лагерь, и вот он стоит между камерой и палаткой. Вот его голова проектируется на светлое небо, вот здесь видно. А тело у него стало прозрачным. И просвечивает, значит, берег, озеро. А там, где гора, оно окрашено в черный цвет, и как бы ошибочно голова тоже окрашена. И демаскирует его, значит, тут вернувание. А тело, как же это? Тело вот здесь вот вычеркивается. Значит, здесь макет этого кадра представлен, значит, ну, вот оно обведено в контур тела. Красным обведено, торчит вот здесь, тут не хватает почему-то экрана. Ну, оно вот, короче, на небо проектируется. Вот. И тело вот здесь вот получило прозрачность. Мы потом это все будем еще показывать еще. Ну, ладно, вот здесь, значит, график срабатывания камер-ловушек. Всего снежный человек, и даже несколько его экземпляров, находилось в лагере в течение 8 часов. И вот здесь камеры срабатывали, здесь где камеры, да, почему-то нет. А на что они срабатывали? Они срабатывают на тепловое излучение объекта, потому что инфракрасные датчики, вот. И, значит, они иногда срабатывали вместе, вместе срабатывали. Вот здесь, когда видно, сгущаются, вот, длиннее, то это, значит, две камеры срабатывали вместе. Вот. А здесь, значит, камеры были настроены таким образом, что они делали 4 файла на каждое предъявление теплого объекта. Делали 4 файла, 3 фотографии и один видеоролик длиной 15 секунд. Объект находился все время в лагере. Вот. И двигался там каким-то образом, и вот это заснято. И когда в общую зону действия попадал объект, то срабатывали две. Они были настроены в перпендикулярных направлениях. Вот здесь, значит, показаны фотографии, размытые изображения. Мы тут исследовали размытые изображения, потому что здесь и полупрозрачные, и размытые изображения, вот, получается, с камер ловушек. И пришли к определенным выводам, что, значит, когда... Вот здесь, значит, я так объясню. Фотография двумерный объект. Но мы видим трехмерное пространство на фотографиях. Вот. А видим, каким образом перспективные искажения, там, вот, кусты ниже. И каким образом глаз воспринимает, значит, трехмерное пространство. А это скорость. Скорость, она, как бы, четвертая координата. Это же три координата здесь. И вот эта гиперкоордината, вот, в четвертой гиперпространстве, она, значит, появляется как размытая. То есть мы делаем вывод, что наличие одной гиперкоординаты к нашему трехмерному 3D пространству дает размытость объекта. А здесь вот камары, когда ближе к объективу, скорость больше, и тоже получаются размытые силуэты, прозрачные, там, видно, значит, и те объекты. Здесь гиперкоордината скорости камара проектируется не на ширину, как это здесь, а на глубину. Вот. И проектируется обратным образом. То есть, чем дальше летающий камар, тем он меньше размытость, если вообще не размытость. Вот. То есть, получается, мы можем заснять четырехмерное пространство на наших двухмерных фотографиях. Даже более того, мы можем заснять пятимерное пространство, поэтому дальше. Мы видим срабатывание второй камеры. И здесь, вот, здесь голова больше торчит. Это через 15 секунд срабатывание камер, а здесь голова опустилась. Здесь он заметил, что торчит, ну, короче, как-то почувствовал. Делал в палатке, и это значит, ну, понизило его демонтировку. Да, вот это, значит, лагерь обозначен. Здесь, вот, как камеры ловушки стоят. Вот эти камеры стоят. Здесь оси съемки. Здесь палатка. А вот это вот, лиловыми линиями, знаете, они светлые, это покажен на угол, в котором камера фотографирует. Ну, он 32 градусов идет. То есть, вот, если этот человек стоит на границе этого араста, то мы видим на снимке только половину его тела. Рука вот торчит, а остальное уходит на карту. А когда два, если попадает вот в среднюю часть, то тогда обе камеры вот сфотографируют. Вот здесь, значит, предыдущий кадр. Да, вот здесь вот как раз показано, что две камеры срабатывали с небольшим интервалом. Ну, там одна, две минуты, три минуты были вот такие съемки. И мы видим, значит, вот здесь размытый силуэт. И тут тоже размытый силуэт. Но тут видим еще над плечом какую-то... На самом деле, белая ламбочка и тут едет. Это не является случайностью. А здесь, поскольку, значит, здесь вот съемка вот идет вдоль этого берега, а тут съемка идет вдоль этого берега. Вот. И получается, что отсюда вот съемка. Вот с этого ракурса. И поэтому здесь вот это облачко, оно заслоняет голову. Но голова вся мама качает. Вот этот белый ореол, он вызывает, ну, интерес. Вот здесь аналогичная пара снимков. Только голова его больше вышла, потому что он приближился к камере. А камеры сэкровые? Да, конечно. На флешке там все снимается. Ну, вот это такие же виды. Да, вот дело в том, что вот этот белый предмет, это, возможно, он подцепил какой-то предмет, может быть, даже у нас людей позаимствовал, потому что белых предметов нет в летней вот этой палитре красок. Это искусственное что-то. Вот. И сейчас вот продолжается анализ фильма Пати по Терсона, когда снежная женщина была заснята, и там она несет тоже что-то белое в руке. И вот это, может быть, в этом плане может как-то быть согласовано. Когда наступили сумерки, то все равно снежный человек продолжал здесь находиться. Вот. Опять вот это белое облачко, и тут вот его силуэт полупрозрачный, и теперь уже ночные краски расцветивают через туловище. Ну, вот это, значит, для камеры его засняли тоже опять вот эта белая облачко. Больше он был атактит. Вот. И когда наступила глухая ночь, то он... ...подсветки было недостаточно, там ночная съемка уже... А здесь, значит, вот заснят эпизод, когда четыре снежных человека пришли в лагерь. Вот. Здесь, 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 и вот здесь. Тут он вот так вот стоит с поднями рукой. Вот. А вот здесь вот эти эгентляры снежного человека, они производят спиральное искажение пространства. Вот уже занимают... Ну, к этому мы тоже еще вернемся. Да, ну, это вот тоже самое, так. Ага. Вот с двух сторон был заснят эпизод, когда в лагере три снежных человека. Вот это он поднял руку опять, и тут поднял руку. А вот здесь вот хорошо видно спиральное искажение пространства в его туловище. Здесь он еще, к тому же, стильный человек, человеческую форму модифицировал, так, что получилась у него форма кругловальная. Вот. И из чисто математических соображений можно показать, так, что здесь, вот когда спиральное искажение пространства, тут пятимерная пространство внутри. А когда просто размытость, то тогда четырехмерная. Здесь тут превращение одной координаты, в этом случае гиперкоординаты, а здесь превращение двух гиперкоординат, или гиперплоскости. А вообще-то, на самом деле, вот речь была о параллельной бюре, здесь, значит, по координате глубины происходит вот его смещение в гиперпространство. И на самом деле, тут наше 3D и другое 3D управленного мира, но они сшиты по координате глубины, поэтому получается одна 3D-опоручие. Вот. и получается как бы в сумме 5. Вообще, спиральные искажения это 3. А все равно это. Возвращение Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...